В самой большой стране самый большой флаг. На склоне Овашинского вулкана на Камчатке разворачивают российский триколор площадью 1423 квадратных метра. Рекордное полотнище путешествует по миру. Уже побывала в Арктике, на Балтике, устремлялась ввысь на воздушных шарах недалеко от Москвы. Это действительно очень красиво и вызывает дух и чувство патриотизма, к чему мы и стремимся. Но главный триколор новой России был скромнее в размерах и подняли его как раз в этот день над Белым домом. После августовских событий 1991 года. Решение сделать его национальным флагом было принято Верховным Советом РСФСР. И о нем объявил Борис Ельцин на митинге в памяти погибших. То самое полотнище, кстати, волею судеб оказалось не в России. И многие хотят его вернуть. Но так или иначе именно с него триколор еще русских царей стал новым символом новой России. На следующий день Москву уже покинули бронемашины, вернулся из Крыма Горбачев, были арестованы члены ГКЧП и демонтировали памятник Дзержинскому. Было предложено правительству восстановить в качестве государственного флага Российской Федерации. То есть России белый-синий-красный флаг, исторический флаг, который к тому времени уже насчитывал более 300 лет своей истории. И золотого дуглавого орла на Красном поле, который также насчитывал истории как символ России более 500 лет. Аккуратно в перчатках в Военно-морском музее в Петербурге разворачивают особое трехцветное полотнище. Официально такой флаг впервые в России утвердил еще Петр I. Оригинал, сохранившийся еще со времен царя, то есть самый старейший триколор России, хранится здесь же. Намотан на вал, опечатан и доступен только специалистам. Как он выглядит, можно увидеть на единственной реплике, снятой с оригинала и сделанной также из флагбука особой шерстяной ткани. Такой флаг поднял над своей 12-пушечной яхтой царь Петр I. Его называли флагом царя московского. На бело-синий-красном фоне золотой двуглавый орел. Сейчас бы сказали президентский штандарт. Кстати, в 91-м году в документах фигурировали цвета белый, лазоревый и алый. Но очень скоро их сменили на привычный белый, синий, красный. Именно в этих цветах сегодня будут многие российские города и села. День российского флага по определению должен быть красочным. Николай Булкин, Виктор Худи, Наталья Власова, телекомпания НТВ.